Создание конструктивного диалога между Верховным Советом и местными органами власти позволит решить многие актуальные проблемы жизнедеятельности города. Глава госадминистрации Бендер Роман Иванченко отметил, что такой диалог уже существует между городским представительным органом и исполнительной ветвой власти. По муниципальным предприятиям мы проводим плановую работу по принятию мер, которые будут посоветствовать снижению расходов. Принято решение о слиянии трех муниципальных предприятий. Частично люди, которые готовы были работать самостоятельно в качестве предпринимателей, были сокращены. Им предоставлено было практически безвозмездно недвижимое имущество, передано оборудование на безвозмездной основе, только чтобы сохранить рабочие места, чтобы они могли трудиться и обеспечить хотя бы себя. Часть людей была сокращена, непосредственно были выплачены им выходные пособия, но эти предприятия были просто выточены уже на протяжении длительного времени. Возобновление работы предприятия Бендерская Авата, завода Биохим, новые эффективные инвестиционные проекты, создание дополнительных условий для пополнения доходов местной казны и обеспечения своевременных социальных выплат. Именно эти актуальные вопросы сейчас на повестке дня местных органов власти. Депутаты Верховного Совета, в свою очередь, акцентировали внимание и на внешних экономических угрозах. Как известно, принятое руководством Республики Молдова и Украиной, решение о создании совместных таможенно-пограничных пунктов пропуска на преднестровско-украинской границе может нанести серьезный урон экономике республики. Это нас очень тревожит. Буквально вчера Верховный Совет принял заявление о невозможности выставления этих пунктов пропуска. Мы обратились в очередной раз к Российской Федерации, к странам-гарантам в переговорном процессе. Это все, мы считаем, повлияет на не только внешнеэкономическую деятельность наших экономических агентов, но и на простых граждан, которые пересекают преднестровско-украинскую границу. Подобная встреча первая, далее планируется проводить их регулярно.